МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пытаетесь все успеть, приготовить, чтобы не пригорело, не убежало и было вкусно, но возможно ли это, если вы современная женщина? Мама, хозяйка, да к тому же успеваете еще и поработать. Мы все это узнаем вместе с моей очаровательной гостьей Лилией Ребрик. Она пришла, чтобы для вас проэкспериментировать и проверить самые популярные лайфхаки из интернета. Встречаем Лилю. Здравствуй, моя дорогая. Я тебе благодарна уже за то, что ты выкроила время в своем напряженном графике и пришла на кухню. А кухня – это место, где мы превращаемся буквально в многоруких индийских богинь. Потому что нужно тут приготовить, тут потереть, то успеть еще и самой оставаться симпатичной, как ты, красивой. При этом нужно оставаться еще и красивой, еще и уделить внимание и мужу, и ребенку. Я очень люблю блюда, которые готовятся очень быстро, которые не занимают много времени и которые можно делать одновременно. Потому что, когда я работаю на кухне, у меня кипит все. Не будем забывать, что у Лили есть такая помощница, которая еще немножко и усложняет. Наша подруженька Диана. Она во все вникает и немножко наводит беспорядок. Но при этом, понимаешь, и нельзя же остановить грех, понимаешь? И в то же время еще и за Дианой успеваешь убрать. А я знаю, что Лиля обожает порядок. И в ее семье, насколько это возможно, в семье, где маленький ребенок, царит этот порядок. Поэтому именно я ее и пригласила, чтобы помочь нашим зрительницам. А дело вот в чем. Молодые мамочки, хозяюшки обращаются к нам с письмами, видеообращениями. Как это сделать? Как все успеть? Я пригласила троих из них. С кого начнем? Настенька, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, рассказывайте, как у вас? Вы знаете, у меня муж с ребенком очень любят сгущенку. Я очень часто им в магазинах покупаю. Но моя мама, сторонник здорового питания, постоянно мне говорит, мол, зачем ты покупаешь эту химию, если ты можешь готовить сама. Мы согласны с мамой. Но, вы знаете, я помню еще с детства, что процесс приготовления сгущенки довольно-таки длительный. Это связано со многими неудобствами. То есть нужно варить эту сгущенку, постоянно помешивая, следить, чтобы ничего не пригорело. Я искала информацию в интернете, как можно приготовить дома быстро сгущенку. Но, к сожалению, пока не решилась. Вот хотела бы, чтобы вы мне помогли в этом вопросе, да, Лиля? Пусть Лиля проверит. Да, правильно. Я готова, я правда люблю всякие быстрые вкусняшки. Поэтому будем тестировать метод сгущенное молоко. За 15 минут это кажется нереально. А вдруг это возможно? Да. Поэтому я с удовольствием протестирую этот метод. Смотри, нам понадобится 200 граммов молока, 20 граммов сливочного масла и 200 граммов с сахара. Это все нам нужно перемешать. Довести до кипения на медленном огне и 15 минут потом варить. Давай. Стакан молока, стакан сахара, 20 граммов масла. То есть ты переводишь на простой язык, да, доступный? Да. Вот опять же, это все то, что может делать моя Диана. Она и может больше, мы-то уже знаем. И масло. Это все нам нужно тщательно перемешать. В принципе, сгущенное молоко и на производстве так варят. Молоко и сахар. Но кажется, что это должно быть долго. Как 15 минут? Ну вот сейчас и посмотрим. Как только у нас закипит молоко, нам нужно увеличить огонь и варить ровно 10 минут. И вот прошло 10 минут после закипания. Масса изменила и цвет, и консистенцию. Такое ощущение, что этот метод из интернета таки рабочий. Мне очень интересно, какой он на вкус. Ну, цвет реально поменялся. Мне кажется, что она сейчас чуть-чуть жидковата именно потому, что она горячая. Но когда мы ее остудим и поставим в холодильник, то все должно встать на свои места. Потому что у нас здесь есть масло. Уже есть в этом логика, согласись. Пока сгущенное молоко остывает, а мы будем проверять следующие методы на кухне. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Юля. Юлечка, рассказывай. У меня двое деток. И есть такая проблемка небольшая. Когда я варю им кашу, молоко подгорает. О, конечно. Я отвлекусь куда-то. То есть на одну девочку, на вторую доченьку. И вот эта проблема ежедневная. Ведь кашу мы готовим своим деткам каждый день. Вот эта проблема ежедневная, она меня немножко обеспокоит. Я бы хотела обратиться к вам с такой просьбой. Эту проблему упростить. Каким-то образом нашу жизнь упростить. То я бы была очень благодарна за ваши советы. Чтобы молоко не пригорало в кастрюльке, да? Да. А сколько лет вашим дочеркам? Младшей дочери один годик, а старшей пять лет. Конечно. Актуальная проблема. Да. У меня тоже пригорает. И я нашла лайфхак. Я не знаю, опять же, я не пробовала, но девочки, вместе с вами я попробую. Смотрите, я знаю, что вот, опять же, есть вот такой метод бросить кусочек сахара в молоко. Интересно. Возьмем две кастрюли с молоком. В одну кастрюлю мы положим блюдце вверх дном. Есть вот такой способ. Не знаю, как оно работает, но сейчас все-таки проверим. Мне само интересно, да. А в другую кастрюлю бросим кубик рафината. И посмотрим, что из этого получится. Может быть, еще больше все пригорит. Все может быть. В интернете иногда дают такие советы, которым и верить нельзя. Вот почему мы пригласили Лилю, мастерицу на все руки. И знаешь так? Ой, ну если у Лили получилось, все смогут. Если у Лили не получилось, значит и нам нечего рисковать. Вверх дном. Блюдце должно быть по размеру, как дно кастрюли. Да, мы его кладем вверх дном. О, а во вторую кастрюльку мы кладем кубик рафината. Я сейчас поняла, что мне напоминает вот этот метод с тарелкой. Это как будто я квасила капусту, накрыла тарелочкой, но капусту забыла положить. И оно так получилось. Оп, и кипячу молоко. А с рафинадом вообще подозрительно, да? Подозрительно. Мне даже интересно, изменится ли вкус. Но все-таки, ну я понимаю, что хотя бы вряд ли. И вкус, а во-вторых, сахар же всегда пригорает. А тут, наверное, от обратного. Мне хочется в это верить. Молоко пригорает и сахар пригорает. Значит, вместе они что? Не пригорают. А кто из нас блондинка? Это же женская логика. Женские лайфхаки. Так, ну что? Видишь, я вначале наливаю тут, где у нас. Меня заинтриговал этот кубик рафината. Да, сахарные дела это вообще. Так, раз. Так. Ну, Люци, держись. Капусты там точно нету. Это очень забавно. У меня как-то тарелка всплыла. О, все. Утонула. Она всплыла и покорно погрузилась на дно. У нее не осталось выбора. Ну что, попробуем. Да, девочки? Ты знаешь, что парадоксально? Да. Когда ты будешь стоять возле молока, вряд ли оно у тебя пригодит. Да. Мы воспользуемся тем, что нам нужно оставить молоко в покое. И перейдем к следующей проблеме. Кто о ней расскажет? Здравствуйте. Как тебя зовут? Здравствуйте. Меня зовут Юля. У меня двое деток. Они очень любят кексы. И я им часто их пеку. Молодец. Но потом, как правило, остаются грязные формочки. И отмыть их. Но это такая проблема. И замачиваю, и тру. И как бы мне не хотелось, но приходится использовать моющие средства. Вот посоветуйте, как ускорить вот этот процесс вымывания и без, самое главное, вот химии. Да. Спасибо. Ну, понятно, почему мы не хотим использовать моющие средства обычные для формочек. Потому что, как не вымывая, там что-то остается. А для здоровья это не очень-то и хорошо. С этой проблемой тоже есть лайфхак, который нам в помощь, скажем так. И мне тоже очень хочется его протестировать, потому что у меня Диана тоже очень любит кексы. Я очень много всяких вкусняшек готовлю вот в этих вот железных формочках. Поэтому, ну, если мы сейчас найдем способ, как их быстренько очистить, то это будет наша с вами победа. Ну вот. Ну и что? Ну что, пригорело. Ждала меня, да? Без меня никак. Значит, нам нужна обычная проваренная соль. Обильненько так посыпать формочки. Разрезаем лимон. А мы что с ним делаем? Нам нужно сок лимона взбрызнуть хорошенечко вот так сверху. Слушай, а если взять лимонную кислоту, разбавить ее водой чуть-чуть, все-таки лимонная кислота дешевле, чем лимонный сок. Боже, я такая экономная, я во всем ищу вот способ как-то удешевить. Вот мы так вот. Вот подумай хорошо. Что? Чего не хватает? Соль, лимон, текила. Помнишь в клубе? Конечно. Давно, один раз, и больше никогда. И все, и больше никогда. Что, прям вот так вот? Две формочки поллимона? Ты меня разоришь, подруга. Нет, ну если тут будет мужская сила, так тут еще на две формочки хватит. Ладно. Слушайте, ну у нас молоко, тарелка всплывает, посмотрите. Как определить, что молоко закипело? Положите тарелку. Тарелка всплыла, молоко закипело. Сейчас вот это вот молоко подходит, а это должно постоять? А это нужно чуть-чуть постоять. Пусть стоит, да. Нет, ну у молока нет шансов сейчас не убежать, не пригореть. Стоят две, сверлят глазами. А у тебя есть лайфхак, как отмыть плиту, если ее всю залило молоком? Только без использования лимонного сока, пожалуйста. Илья! Две хозяйки на кухне! Это какой-то позор! Видите, волосы дыбом! А я побелела! Боже мой, Лиля! Смотри, видишь? А я думала, ты мне поможешь! Хулигани его, малое! Хорошо, что Диана не видит! И это Лиля! Так, кто тут эксперт? Так скажи мне, какое пригорело ты не любишь? Юля, я вот хотела спросить, вы после этого еще нам доверяете? Ну, во всяком случае, видно, что это действительно проблема. И проблема у многих, правильно? Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, чтобы еще доверять вам. Я обожаю наших гостей, потому что они добрые. Они же добрые. Была бы на месте Юли какая-нибудь более строгая женщина, она бы сказала, та! И ушла вот так вот домой. Гом под дверью. Ну что, давай тогда сливать молоко и смотреть, пригорело оно или нет. Так, значит, это вот с сахаром. Пригорело! Ну, посмотрите. Вот этот вот слой, конечно, прям черного там нет, но слоем покрыло молоко, вот приваренным этим. Так, а я что-то в этот метод больше верила. Я тоже думала, сработает. Зато с блюдцем не так быстро убегает молоко. Если и здесь молоко пригорело, то это вообще ужасный способ, потому что мы и тарелку вымазали, ее же тоже нужно будет отмывать. Как вытащите эту-то тарелку? Вот проблемка, понимаешь, когда она кипит. Лиля, ты сегодня в ударе. Я сейчас сделаю как надо. Давай. И такие красные пальцы, и пригоревшая вообще кастрюля. Девочки, пригоревшие, все пригорело. Ну, короче. А ведь мы шли на такие жертвы. Получается, и этот метод тоже не сработал. Но мы не помогли Юле. Юля, простите. Мы Юле не помогли, зато мы всех насмешили. Поэтому мы все молодцы. Ну, все-таки есть один метод, как чтобы молоко не пригорело. Его нужно помешивать и не отходить от него. И еще один способ, который мы на нашей кухне когда-то освоили. Прежде чем наливать молоко, налейте немного воды. Просто вот совсем чуть-чуть. И потом аккуратно вливайте молоко. И этот способ работает. Может быть, не на всех кастрюлях. От кастрюли тоже много чего зависит. Но когда мы понадеялись на тарелку и на сахар, видите, результат просто нулевой. Так, давай быстренько переходим к третьему способу. Это способ, как очистить металлические формочки от пригоревших частиц. Девочки, ну все, здесь есть у нас соль, есть лимон. И в принципе, смотрите, я вам скажу, что это достаточно легко отходит. Я напомню, что задачу нам поставила мамочка, чтобы мы не пользовались химией бытовой. Потому что для таких формочек, которых постоянно кексы печем, это неприемлемо. Частички там могут оставаться. Поэтому мы использовали абразивные частицы, соль и лимонный сок, который, ну как кислота, растворяет что-то. Смотри, очень легко. Ты можешь попробовать? Да, я с удовольствием, конечно. Смотри, у меня все очистилось. Вот, я выливаю то, что там осталось. И вот такая формочка. Хорошо? Умница. Чистая? Я думаю, будем пользоваться таким способом. Ура! Спасибо. Работал! Ой, Вилечка, мы с тобой славно потрудились и повеселились. Мы сахаристировали три способы. А мы с сгущёнку же не попробовали. Боже мой, мы забыли сгущёнку. Сгущённое молоко. Да. Мне хотелось бы, чтобы получилось. Можно я попробую? Конечно. Сама будешь пробовать, да? Слушайте, а на вкус вкусненько. Ну попробуем. Лилю, у меня на вас все надежды. Сейчас мы все попробуем. Встречайте Лилю. Лилечка, я тебя жду, я ещё не доедла. Я иду к тебе, иду к тебе. Ну что, кто готов делиться впечатлениями? Вы знаете, очень вкусно. Точно. Скажите. Феноменальный рецепт. Лиля, спасибо. Я обязательно в ближайшие дни попробую приготовить его дома. Очень вкусно. А вам понравилось? Да, мне очень понравилось. И я думаю, что его можно будет, ну если добавить сливочного масла, то использовать как крем для торта. Очень будет вкусно. А как вам способ отмывания формочек? Вы мне очень помогли, потому что я вижу, что не нужно будет использовать химию при очистке формочек, что очень для меня было важно. Спасибо. Очень вкусно. Правда, так напоминает вкус вот этой риски, да, такой вот варёной. Но мне кажется, немножко дольше варить. Я на самом деле, честно скажу, дома пробовала уже этот рецепт. Ну не совсем такой, но мы когда-то варили со старшей дочерью. И если проварить чуть дольше, то оно на самом деле станет более густым и более вот так вот похожим на варёную. Спасибо вам огромное, что вы обратились, что вы неравнодушны. И обязательно присылайте свои вопросы, задания нашим экспертам. Мы всё проверим и поможем, чем сможем. Моя дорогая богиня. Тяжесть верхней одежды заставляет вас сутулиться, а это провоцирует боли в спине и шее. Есть удобное приспособление, которое быстро поможет решить эту проблему, уверяет моя сегодняшняя гостья, чемпионка Анна Резадинова. А также встречайте Наташеньку Левензон, которая, к сожалению, заметила, что сутулиться. Вернее, даже это не ты сама заметила, а твой муж заприметил. Да, да, Надюша. На самом деле, первый, кто мне сказал об этом, то, что я сутулюсь, это был мой муж. Потом уже добила окончательно ещё дочка. Добила. И я поняла, что с этим что-то надо делать. Потому что, знаешь, я не замечаю, я в основном постоянно на кухне, постоянно что-то делаю. И как ни крути, мне надо же видеть, что я делаю. И по-любому я наклоняюсь. Ну, просто нет выхода другого. А теперь ещё и зима. И знаешь, курточки, опять же, мне всегда холодно. И как-то оно, я не знаю, само по себе. Одежда тяжёлая. Да. Скукоживаешься. А ещё момент. Если скользко идёшь, то просто ровно даже как-то неудобно. И вот так вот все идут. Да, и ты должна под ноги как-то смотреть периодически. И я же говорю, и тут с этими тестами бесконечно. Ну, как-то вот дошла до того, что уже мне говорят родные. Это говорит уже о том, что, наверное, всё-таки есть проблема. А спина, шея болят? Да, начали чуть-чуть побаливать. Я не могу тебе сказать, что это адские боли, но побаливает. То верх спины, то там мне тянет, то низ. Конечно, я пригласила Аню, потому что у гимнасток всегда идеальная осанка. Мне кажется, что родились в такой. На самом деле это, наверное, последствия образа жизни спортивного. Да, Анечка? Да, да, естественно. Гимнасток с самого детства учат осанки. Когда детки приходят ещё в 5 лет на гимнастику, первое, что вот смотрят на осанку. Хочется прям выпрямиться. Должна быть такая аристократичная шея, должна быть ровная спинка, плечики всегда. Вот даже вот мы приходим в зал, и вот первое, что мы делаем, это плечи расправляем назад. Поэтому действительно у гимнасток это основное. Я даже когда нахожусь на отдыхе, ну, естественно, у меня режим не тот на отдыхе. Понятное дело, что я тренируюсь не так часто. В какие-то 10 дней до отпуска. Но я чувствую, как даже после этих 10 дней мои плечи, они волей-неволей уходят вперёд. Как ты сутулишься? Я начинаю сутулить. Но это нормально для каждого человека. Ты как расслабился, сутулился, да? Да. И у меня это нормально. И у всех людей это происходит. Это абсолютно физиологический процесс в нашей природе. Поэтому я разработала специальный комплекс упражнений, который мне очень сильно помогает. И я хочу с вами им поделиться. Вообще поразительные существа женщины. Я стою вот с этим вот. Я сказала, что с помощью такого приспособления можно избавиться от сутулостей. И ни одна из них не боится. Мне даже в руках это страшно держать. Это для нас? Нет, для меня. Сама себя сейчас буду лечить от сутулостей. Для тебя, Наташенька. Для меня? То есть идей нет, как это можно применить для того, чтобы уже не захотелось сутулиться никогда. Что-то непонятно. Тогда обо всем по порядку. Не пропустите. Вы очень скоро узнаете, как вот это нам пригодится для того, чтобы от сутулости избавиться. А заодно и проверить, не сутулитесь ли вы часом. Наташенька, три недели назад вы встретились с Аней, потому что проблема уже образовалась. И тебе Аня показала упражнение. Да, так точно. Как с тех пор. Я честно все делала, так как Анечка мне говорила. И могу сказать, что на данный момент у меня уже ситуация намного лучше, чем была. Я не могу сказать, что полностью устранена проблема, но родственники даже замечают. То есть они мне говорят, мама, слава богу, ты выровнялась. Ты уже не в пользе вот этого конька-горбунька или как-то, я не знаю. Как мне кажется, то помогло. А если кажется, то что надо? Или перекреститься, или проверить. Вот это как раз понадобится для того, чтобы испытать тебя, сутулишься ты или нет на самом деле. Именно это покажет, насколько Наташа выполняла честное упражнение. Я готова. Поэтому мы должны вот это вот надеть. Это будет, знаешь, вдоль позвоночника, который у тебя должен быть ровненьким, если ты не сутулишься. А дальше я расскажу, что будет. Я подготовилась. Аккуратно. И теперь вот место для испытаний. Тебе нужно будет сесть ровно. И там все устроено так, что если ты только начнешь сутулиться, то шарики с водой лопнут. Это ты сама изобрела вот это, скажи мне, пожалуйста. Да. Просим. Спасибо. Наш динозаврик. Пошла. Ну а для того, чтобы все было как в жизни, когда нужно не просто стоять и думать, я не сутулись, я не сутулись. Наташа будет заниматься привычным делом. Чистить картошку. А мы тем временем начинаем тренировку. Скажи, к каким проблемам со здоровьем может привести сутулость? На самом деле сутулость, мы не замечаем ее, но она начинает развиваться с самого детства. Да. Поэтому надо уделять очень большое внимание с самого детства на свою осанку, на свои плечи, потому что эта проблема, она усугубляется. И с возрастом ситуация может становиться все хуже и хуже. И это может привести к серьезным заболеваниям позвоночника, таким как грыжа, например, или же к смещению внутренних органов. Поэтому обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Есть противопоказания у этого комплекса? Есть. Хронический воспалительный процесс, вирусные бактериальные инфекции и межпозвоночные грыжи. Мы можем начинать. И вы, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Хотя я знаю, что для тренировки понадобятся рюкзак и полотенце, довольно необычные предметы. Но они у вас дома точно есть, так что справимся. Первое упражнение. Начинаем мы с полотенца. Для начала нам нужно растянуть плечи и взять полотенце. Это уже упражнение? Да, это уже начинается упражнение. Хорошо. Все должно быть в удовольствии. Вытягиваем наши руки параллельно друг к другу. Локти у нас прямые, обязательно должны быть. И уже сейчас мы начинаем плечи отводить назад. То есть мы уже следим за своей осанкой. Далее мы должны перевести наши руки назад, за голову, вот таким образом, максимально назад. Ого, как у тебя далеко получается. Ну, у меня это уже с годами, да, получается. У вас тоже так будет получаться. Фиксируем максимальные точки пару секунд. И возвращаем обратно. До исходного нашего положения. Для начала это упражнение нужно повторять пять раз, затем нам нужно увеличивать. Ну, с каждым днем все больше и больше. Даже если у вас с первого раза не получается это движение, не волнуйтесь, поверьте, с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение мы должны опуститься на коврик и лечь на живот. Ноги у нас вместе находятся. Ножки ставим на носочки, вот так вот вместе, да, правильно. Руки мы кладем вдоль туловища, но кисти кладем под бедра. Затем мы должны поднять наши ноги наверх, вот таким вот образом. И чуть-чуть перекатиться на грудку. Затем мы должны поднять корпус наверх. Ноги при этом у нас опущены и находятся вместе обязательно. Затем мы повторяем движение. Опускаем корпус, поднимаем ножки. Они у нас вместе. Дальше опускаем ножки, поднимаем корпус. Это движение мы повторяем 10 раз и с каждым раз мы его увеличиваем. Это упражнение у нас укрепляет мышцы спины, подтягивает мышцы груди, укрепляет мышцы пресса, талии и бедер. Это сложное упражнение. На самом деле оно универсальное, и именно после него вы уже почувствуете результат. Переходим к следующему упражнению. Руки ставим перед собой на пол. Чуть-чуть шире плеч. Затем мы переходим на животик, то есть на бедрышки. Перекат выполняем. И вот в такую так называемую рыбку мы сгибаем наши ножки. И затем возвращаемся в исходное положение. Вот. Это движение мы повторяем от тоже 10 раз. Носочки мы стараемся ближе к голове притянуть. Так у нас будет максимальный наш результат. Это упражнение поможет нам улучшить мышечный корсет спины. Начинаем с 10 и каждый раз мы увеличиваем наше количество повторений. Спина не болит? Нет, не болит. Я тебе хочу сказать так. Чуть-чуть я чувствую. Но я очень переживаю, чтобы не лопнули шарики. И поэтому пока что держусь так точно. Но в то же время, Наташа, ты не сильно напрягайся. Ты вот как в жизни делай. Как в жизни, но у меня же сзади эти колючки. Я переживаю. Я в жизни вот в такой позе не чистила картошку, если честно. Нервничает. Я думаю, что если бы мы не делали вот эти упражнения, я бы уже давным-давно, наверное, там... Мне тоже так кажется. Как минимум была бы вся облитая. Это да. Это правда. А я думаю, что это благодаря моему уникальному прибору. Он очень быстро лечит от сутулости. Только его надо не снимать. А если совмещать все в комплексе упражнения и приборы, то вообще будет двойная польза. Опа! И картошки начистим. Переходим к четвертому упражнению с рюкзаком. Мы встаем на ножки. А между тем, Анечка, я думала, что рюкзак наоборот к сутулости приводит. Сколько людей, которые несут рюкзак и вот так наклоняются, сутулятся. На самом деле, да. И с самого раннего возраста, когда дети начинают ходить в школу, действительно под тяжестью книг, учебников у детей, вот начинает развиваться вот эта вот сутулость. Ну, сейчас я покажу пару упражнений, благодаря которым у вас получится укрепить свои мышцы спины. А он должен быть пустым или полным? О, тяжеленький. Легкий. В нашем рюкзаке находятся вот такие вот пособия книги, примерно на 5 килограмм, ни много ни мало, то что надо. Как в школу или из магазина. Если даже у вас нет рюкзака, можно взять, к примеру, любую сумку, либо даже пакет с двумя ручками. Берем за рямочки, ноги на ширине плеч. Корпус наклоняем немножко вперед. И ножки мы сгибаем в коленях так, чтобы они не заходили за носок. Подтягиваем рюкзак к груди. Вот таким вот образом мы укрепляем наши мышцы спины. Назад локти мы заводим. Мы сводим лопаточки вот так вот сзади. И тем самым наша спинка, она укрепляется. Начинаем мы с 10 раз. И с каждым днем надо ставить себе новые задачи, новые цели. И увеличиваем количество повторений. Наташ, ты уже не больше 150 раз делаешь? 150, Наденька, еще не делаю. Я тебе скажу больше. И у меня такое ощущение, что я там с вами вот это вот делаю, потому что уже чувствую чуть-чуть. Не расслабляется спина? Ну, такое. Это упражнение нам поможет укрепить ромбовидные мышцы спины и околопозвоночные мышцы спины также. В нашем комплексе осталось самое-самое последнее упражнение. Пятое. Мы берем опять же наш рюкзак. Мы одеваем его на себя. Только не назад на спину, так как мы это привыкли делать, а вперед. В первые дни мы начинаем вот таким образом ходить с нашим рюкзаком. Куда? От трех минут. А куда можно пойти вот так вот, Наташенька? Ты куда ходила так с рюкзаком? По квартире, Наташенька. А, по квартире, Наташенька. Для молодых мамочек это вообще может являться как слинг. В этом упражнении наши плечи волей-неволей, да, они вот так вот уходят вперед. Поэтому нам нужно бороться с этим и постоянно следить за тем, чтобы наши плечи уходили назад. То есть лопатки сводить между собой. Таким образом наши мышцы, они борются и укрепляются. Точно. И, наверное, еще хочется как-то так поднять плечи, а поднимать нельзя, да, они должны быть? Нет, конечно, мы их наоборот опускаем и сводим. И вот мы начинаем с трех минут ежедневно и доводим до какого времени? Хотя бы минут семь. Наташенька, мы тут трудимся, а ты просто сидишь картошку чистить. Тебе так кажется, Наденька. Я сижу, чищу картошку с выровненной полностью спиной уже не знаю сколько времени. У меня уже последние силы заканчиваются. Угу. Но пока ты справляешься, все шарики с водой целы. Как часто нужно выполнять этот комплекс? Хотя бы раз в день. Я думаю, что даже если ваша проблема сутулости еще не такая явная, как была у Наташи некоторое время назад, для профилактики эти упражнения тоже можно с удовольствием выполнять. Да, конечно. Ты довольна своей ученицей? Да, вот я прям вот посмотрю и вот горжусь. Все-таки хорошее мы сделали дело. Спасибо. Буквально за три недели Наташа избавилась от проблемы сутулости. И сегодня в ходе нашего эксперимента это доказало. Но, конечно, сейчас кто-то может заподозрить меня в заговоре с моей подругой. Мол, все подстроено, даже если чуть-чуть сутулилась, там все, конструкция такая, что ничего не лопнет. Наташенька. Да. Ради чистоты эксперимента. Ты справилась, мы это уже поняли. Можешь просто сделать это так? Фух. А мы проверим, лопнут шарики или просто я все выдумала? Ну, давай. Наташа, давай! Ой! Мокренько тебе? Мокренько. Потекло. Наташенька, спасибо тебе огромное. Не забывайте об этих упражнениях. Они действительно эффективны. Вони – повелители температур, творцы новых форм та ассы кольоровых миксов. Вони – неймовірна суперчетвірка кулинарів. И вони знову у справи. Тіквін, не кольоронки. Фэнтезімен Ваня Тамашев, міксмастер Даня Ківа та кул-експерт Вова Мотрійчук. Вони вже врятували тисячі дітей країни від шкідливих магазинних цукерок і печива. Але тепер суперчетвірка має впоратись зі ще складнішим завданням – зробити безпечними та смачними найпопулярніші магазинні батончики. Тож, який батончик готуватиметься сьогодні на кухні Надії Матвеєвої – дивіться просто зараз. Чого только не сделаєш для хороших людей. Я зараз все вам объясню. Вова Мотрійчук – участник проекта «Мастер-шеф. Дети», один із супергероев кулинарной четверки, прямо сейчас ко мне придет в гости. Я знаю, що його сестра і мама мечтають побувати на острове екзотическом. Це сюрприз для його мами і сестрі. АПЛОДИСМЕНТЫ Ух ты! Іди сюди. Аш. Привет, Володь. Рада тебе видеться. Аш, а что? А как это? Ну, очень красиво. Похоже на остров екзотический? Конечно, очень похоже. Пальму поставила. Вообще, пальму просто, ну, очень красиво. Ну, ты вспоминай, кто хотел оказаться на острове? Моя мама і сестрика дуже хотіли оказаться на острове. Вот. Це ми для них з тобою сьогодні. Классно. Да? Я даже не ожидала. Я же думала, что мы только батончики готовить будем. Вот. А я помню, что ты рассказывала об их мечте. И вот дополнительно создала такой антураж. Надеюсь, что им понравится. Они же присоединятся к нам скоро, правильно? Ну, да. Они присоединятся, только они об этом всем не знают. Конечно. Ну, это же сюрприз, Вова. Поэтому давай. Ты начинаешь готовить батончики. Только тебе тоже же нужно быть таким, как я, нарядным. Правильно? Алоха, Вова. А, да, да. Оп. Сегодня буду готовить любимые батончики моей сестрички с кокосом. И для этого нам понадобится кокосовая стружка, сливки жирные, сливочное масло, сахар и шоколад. Продукты все довольно-таки простые, но давайте будем готовить мало времени. Наливаем сливки в сотейник все. Их нужно прогреть. Включаем где-то на средний огонь, шестерочка. Наши сливки должны хорошенько прогреться. После чего мы добавим масло. Слушай, ну а почему ты решил готовить любимый батончик своей сестры, а не свой любимый батончик, как твои друзья из команды супергероев кулинарных? Ну, во-первых, я очень люблю свою сестру. Ну, а она как относится к магазинным сладостям? Знаешь, некоторые дети абсолютно в этом смысле не поддаются убеждениям родителей, что в магазине не очень полезные сладости порой бывают. В отличие от Влады, я могу отказаться от неполезных сладостей. Я знаю, что они неполезные, много разных еших, сульфатов и так далее. А Влада, к сожалению, не может отказаться. Но она как маленький ребенок все-таки... Хочет и все. Да, и все. И мама из-за этого очень сильно расстраивается. К тому же я знаю, что Владу достаточно сложно удивить. Она же была уже у меня в гостях. Ой, Владу очень трудно угодить. Вова приготовил желейные конфеты. Будешь пробовать? Пожалуйста, пожалуйста. Такая себе маленькая привереда. Ну, а ты просто разбаловал ее, все готовишь ей вкусное. Ну, я сегодня очень сильно переживаю, получится, не получится. Но мне кажется, они идеальны, потому что лучшего варианта нет. Ты уже несколько рецептов перепробовал? Я целую неделю перепробовала много разных рецептов. Слава богу, то, что мама с Владой уехали на дачу к моей бабушке. У меня было время поэкспериментировать. Сегодня Таня и Влада приедут сюда, чтобы просто забрать Вову со съемок, как они думают. А на самом деле все окажется для них гораздо интереснее, я думаю. Так, сливки разогрелись, что же дальше делать? Да, сливки уже хорошенько прогрелись. Добавляем сюда сливочное масло и мешаем до полного растворения сливочного масла. У нас тут 25 грамм. Знаешь, мне некоторые подружки рассказывали, что они пытались приготовить подобный шоколадный батончик, просто смешивая кокосовую стружку, ну, это очевидно, что там есть кокосовая стружка, со сгущенным молоком. А у тебя какой-то другой рецепт? Со сгущенкой это был, во-первых, эксперимент. Ну, оно, конечно, получается вкусно, но не то, что в магазине. А Влада бы сразу забарковала и сказала, что это невкусно. Ну, понятно. Она у меня вообще привереда, и я попробую угодить. Ей все время что-то не нравится в моем десерте. То, что-то кислое, больше сахарной пуды добавляй, я хотела бы тут вишенку, но она прям, ну, ей очень трудно угодить. Молодец, она зато знает, что она хочет. Так, масло растопилось, и дальше что? Теперь добавим сюда весь сахар, туда 3 столовые ложки, просто так вот плюх. Не так уж и много. Кстати, что мне нравится именно в этом шоколадном батончике, что он не приторно сладкий, а в нем какая-то такая свежесть. Аромат кокосовой стружки и немного сахара, это здорово. Так, помешиваем. У нас тут начинает все закипать. Сахар почти уже растворился. Сыпаем сюда всю кокосовую стружку, вот так вот плюх. Так забавно, мы сейчас как будто бы варим кашу из кокосовой стружки. Вместо риса ее добавили и варим. Это будет основа. Боже, ты так уже начала классно пахнуть. Конечно, этот аромат ни с чем не спутаешь. И это, кстати, хорошо, что у нас покипит эта смесь, потому что наш остров экзотический наполнится ароматами кокоса. Кто знает, может быть, пока мама и Влада приедут, уже на моей пальме появятся кокосы. Я не знаю, это кокосовая пальма? Да, конечно. Кокосовая, конечно же. Так, теперь нам нужно, чтобы оно остыло. Ну, у меня же есть суперспособность, знаете, ну, тут будет все очень быстро. Надя? Кул-эксперт, что ты будешь делать? Я тебе буду охлаждать эту массу. Все, охладилась. Дай потрогаю. Очень холодная вообще. Ты что, охлаждает? Чудеса. Я же говорю, я кул-эксперт. Кул-эксперт. Что дальше делать с этим? Теперь нам нужно лепить наши конфеты. Ну, я для себя открыла один очень важный секрет. Какой? В обычном шоколадном батончике с кокосом содержится 15 грамм самого кокосовой массы. Так. И у нас сегодня весы не просто так. Мы будем готовить все точно так же, как в магазине. Это чтобы Влада ни о чем не догадалась? О, боже, какие порядки у вас строгие. Давай, конечно. Так, включаем наши весы. Так, все, теперь мы быстренько лепим шарики. Это очень увлекательно, и так можно готовить со своими детьми. А я, с твоего позволения, тебе помогу и растоплю молочный шоколад, который нужен для того, чтобы глазировать наши батончики. Все, у нас 15 грамм, все отлично по весам. Даже в рифме уже заговорил. Так, теперь мы лепим батончик. Насколько я понимаю, именно вот эти батончики могут быть не только в молочном шоколаде, но и в черном. Конечно. И вообще в любом, в котором есть дома. Пожалуйста, пергамент выкладываем. Кладем. Так, все, я тут вообще очень сильно спешу. И даже с моей суперспособностью мы можем не успеть. Вот именно. Приедут, а у нас ничего не готово. Нет, ну как бы остров есть, а любимых батончиков нет. Или, например, Влада застукает, что ты их сам готовишь. Это же вообще, она начнет смеяться с меня. Ох, и все. Опять-таки 15 грамм. 15 грамм. Ну если 16, то, конечно, это будет катастрофа. Ну, это все. Дай мне, пожалуйста, немного массы. Я хотя бы попробую, какая она. Холодная. Самая обыкновенная. Действительно, она не такая липкая, как если бы она со сгущенным молоком была. Плотная, формируется хорошо. Обычно отлично. Можно даже какие-то фигурки с нее делать, там, разные сердечки, не знаю, которые любят ваш ребенок. А тем временем дотапливается шоколад. Шоколад. Спасибо большое. Давайте еще слепим парочку. Благодаря моей суперспособности мы сейчас быстро доделаем все наши шоколадные батончики. И они у нас будут почти готовы. Надя, опять закрываем. Опять закрываем. Топлю шоколад дотоплю. Так, Надя, вуаля, готово. Как мне нравится готовить с супергероями. Холодные, формированные батончики. Вот, пожалуйста, растопленный обычным не супергеройским способом шоколад. Он уже немного остыл, но при этом продолжает оставаться жидким. Так, теперь нам нужно кнуть их в шоколад. Мы на решетку будем ставить или на пергамент? Нет, мы на пергамент, чтобы было красивое ровное дно. Ага. Не, ну правда же, похоже на магазинное. Да. Она даже лучше. Ну, потому что все-таки кул эксперт, ну, как-никак. Я понимаю, эта скромность так тебя украшает. Я прямо сейчас напомню, как мы готовили эти батончики с кокосовой начинкой. А потом мы будем пробовать вместе с мамой и сестрой Володей, которая к тому моменту, я уверена, появится. Вам понадобится кокосовая стружка, сахар, жирные сливки, сливочное масло, молочный шоколад. Нагрейте сливки, добавьте сливочное масло, перемешайте. Добавьте сахар, а когда он растворится, всыпайте кокосовую стружку, перемешайте. Массу выложите на пергамент и уберите в холодильник на час. Сформируйте из кокосовой массы брусочки. Растопите шоколад, кокосовые заготовки обмакните в шоколаде. Дайте стечь лишнему шоколаду и отправьте в холодильник до застывания. Кокосовые батончики готовы! А мамы и сестры все нет. У нас же сюрприз, нам надо узнать, где они. Позвоним? Давай, конечно. Мы то не удержимся, да съедим все батончики. Они выглядят очень аппетитно. Алло, мам? А вы где? А, вы уже подходите? А, ну хорошо, да, давай, заберешь меня. Идут, идут, идут. Я так переживаю, честно. Вдруг не понравится, она же мне такой... Идут, идут, идут. Не хотела. Алоха! Ой, еще восемь! Привет! Привет! Проходите, Таня, Влада, проходите, пожалуйста. Боже мой, какой сюрприз! А что это? А что это такое? А вы видите, у нас тут остров? Да. Хотите приукрасить, а мы нарядные? Да, конечно. Владочка, это тебе. Ты эту хочешь? Пожалуйста. Влада всегда знает, чего она хочет. Да, девочка такая целебностремленная. Умнички. Ура, это моя мечта! Класс! Я мечтала о Уральском острове. И чтобы там поесть... Шоколадный батончик. Ну давайте тогда угощайтесь. Ну давайте, пробуйте. Чего себе, вот это сюрприз. Супер. Ну пробуйте, что же. Влада, будешь пробовать? Угощайся, пожалуйста. Неужели ты сам это сделал? Ну, я не знаю, Надя знает. Это самые вкусные батончики. Я с тобой полностью согласна. Самые вкусные. Я давно мечтала побывать на Райском острове. Спасибо вам. Спасибо. А вам спасибо, что вдохновили Вову. Он такой молодец. Молодец. Спасибо огромное. Приветствую вас на битве блогеров за звание лучший бьюти-блогер по версии «Все будет доброе». Увеличить губы с помощью пылесоса? Всем ли советам бьюти-блогеров в интернете можно доверять? На этой неделе мы дадим ответ на этот вопрос, потому что впервые в истории «Все будет доброе» проведем битву видео-бьюти-блогеров, чтобы определить лучшего. Ко мне обратились отчаявшиеся видеоблогеры, которые уверены их бьюти-советам можно доверять. И они готовы это доказать. Итак, встречайте. В этом баттле побеждает Диана. Сегодня в борьбу вступают Юлия Бутенко и Виктория Клипина. С довольно большим отрывом Вика переходит в финал нашего сражения бьюти-блогеров. Сегодня наши участницы незаурядные. Пожалуй, самая оригинальная пара бьюти-блогеров из шести отчаянных блогеров, которые решили принимать участие в этом сражении. Итак, встречаем Елена Волк и Ирина Ханькова! Знаемтеся! Бьюти-блогер Олена Волк. Женщина-праздник, можно сказать. На днях мне вспомнилось 69 лет. Я себя ощущаю на 25. Я отличаюсь вообще от многих блогеров только тем, что я прожила уже большую жизнь, а они все еще молодые. То есть у меня большой жизненный опыт. Модные показы, гламурные шоу, международные выставки и известные презентации – вот где можно встретить бьюти-блогера Олену Волк. Но особенно пристрастие 69-летняя женщина чувствует ее до ночных клубов. Я могу танцевать без передышки, например, с часу до пяти утра. Я обычно диджеев прошу, что ребята, чуть-чуть не мой ритм. Давайте что-то поритмичнее. Потому что не всегда музыка вдохновляет себя на красивый танец. А ось чоловики реагуют на танцы Олени вси однаково. Роблять все, чтобы познайомиться и запросить на романтичное побачивание. На ночных клубах желающих познакомиться со мной очень много. А там все мужчины мои. Другое дело, захочу ли я с ними познакомиться? У юности Олене також никогда не бракувало уваги чоловикам. Девчина завжди была в центре уваги. И доси долго не могла обрати того найкращого, доки не зустріла его. Гарный, веселый, розумный. Він підкорил Олену с першого погляду. Он танцевал рок-н-ролл. Он, знаете, вот эти 60-ти, извините. Стиляги, вот он такой был. Олена вийшла заміж и прожила с чоловиком надзвичайно счастливі 24 роки семейного життя. Але, на жаль, 13 років тому его не стало. Для жинки это был настоящий удар. Адже она потеряла не только найбільше кохание своего життя, а и единую близкую людину. Ну, когда умер мой муж, конечно, для него это было, в общем-то, он не болел. Получилось так, что он неожиданно умер. И я осталась вообще одна. То есть я могла вообще погибнуть, потому что не было человека, который меня поддерживал. Для того, чтобы пережить горы и выйти из депрессии, Олена вирішує полностью змінити своё життя. Через интернет она начинает учить других женщин быть хорошими в будь-якому віці. Невдовзе ця звичка переростает у власный видеоблог, а потом и у способ життя. Я пришла на этот проект, чтобы своим примером вдохновить людей на нескучную хотя бы жизнь, потому что я живу нескучно в своём возрасте. Чтобы они отошляли своих проблем бытовых, чтобы они любили жизнь. Зустрічайте! Суперниця Олени Волк, бьюти-блогер Ирина Ханькова. Меня зовут Ирина Ханькова, мне 34 годи. Оптимист. Вот это да. Знаете, такой скелетик с подарками, это вот про меня. Вот умирать буду, но всё равно улыбаться. Привет, мои бусечки. Сегодня я расскажу вам, как сделать свои губки сочными, как вишенки. Я тебе уже надеяться карандаш, брест и помада. Мой блог отличается от остальных блогов тем, что я пытаюсь подать информацию, любую, с юмором. Я считаю, что людям, во-первых, не хватает позитива, а во-вторых, потому что лучше усваивается информация, которая вызывает улыбку. Сегодня мы пройдемся по трендам. Важный деталь – это чокер. Это неважно, что это будет. Это может быть кусочек любой веревочки, ездить от трусок, всё, что угодно. Мужики в этом всё равно не разбираются. С самого детства Ирина мріяла працювати телеведучою. Але, заканчивши Киевский национальный университет имени Шевченко и отримавши освіту журналіста, Ирина йде працювати копирайтером. Мрія про работу в кадре стая все больше примарною, а через який час зовсім зникает. Але ненадовго одного раза Доля сама даёт подказку, как Ирине здействовать свою мрію. А я проугалась с подругой, а у неё проблемы с мужчинами. Она мне говорит, что делать? Я говорю, вначале сотри брови. Она говорит, при чём здесь брови? Я говорю, поверь мне, это важно. Она очень любила рисовать себе такие густые брови. То есть я ей говорила, не нужно так окрасить, это моветон. Она мне говорит, нет, брови не важны, главное, чтобы человек был хороший. Вот это была идея. Я утром встала и думаю, мне нужно сделать что-то, чтобы она поняла, как бы со стороны. И я вот сделала такой вот стёб. И вот это было моё первое видео, когда я нарисовала эти брови. Вы не поверите, мы помирились. У неё нормальные брови, и она нашла себе пар. Брови не должны быть слишком густые. Они могут начать отпадать. Второе и важное страде вас – бровей. Их должно быть две. Сегодня бьюти-блогеры зайдутся в важкой боротьбе за звание найкращего блогера краины. От битвы бьюти-блогера ожидаю, конечно, победы однозначно. И какая-то моя мечта сбылась, наверное. Кто переможе? Молодость или опыт? Смотрите просто сейчас. Конечно, прежде чем я снова объявлю жюри, я должна объяснить нашим гостям и зрителям, почему Елена и Ирина так прекрасно выглядят. Это им! Леночка Мельник сделала начёс! А вот и она! Уважаемые члены жюри, звёздный визажист Елена Мельник, Дмитрий Калиденко, стилист и шоумен, косметолог очаровательная Ольга Метельская уже третий день старательно оценивают результаты конкурсов среди бьюти-блогеров. Лена, ты так их любишь! Это видно по их прическам? Я очень старалась, ну правда, ну хорошенькие же, ну посмотрите, ну. А мне нравится, богини! Богини-богинские! Каково ваше мнение об этой паре участников? Буквально пару слов? Ну, очень такие неординарные девушки. Мне бы хотелось бы спросить у Елены, а как долго вы занимаетесь вот бьюти-блогом? Ну, наверное, с рождения. С рождения? Как? Когда ещё не было интернета? Я имею в виду, что я в душе, вообще-то, женщина-праздник. Я считаю, что даже когда и не было интернета, я уже была крутая. Мне 69 лет, но 18 лет я уже была на подиуме. То есть я, наверное, от природы, вот, мне повезло с генами, наверное, так. И завтра я иду в ночной клуб, поэтому я это ничего расчесывать не буду. Расчесывать ничего не буду. Я иду с вами. Да. Вы берите Диму с собой, потому что я не скажу. Мужчина-праздник, я мужчина-праздник. Я уже фанат Леночки, это однозначно. Лена, я вас буду называть во время этого конкурса Лена-26. 18. Есть такая цифра в этом слове. Лена-18 и Ирочка. I love you too. Боже, мои любимые имена. Лена и Ира. Это карма моя. Понимаешь? Это судьба моя. Я не подстраивала. Я уже нервничаю. Девали долго. А, нет, нервничаю. Что вы думаете друг о друге? Вы же соперницы. Сейчас мы будем драться, конечно. Наконец-то. Мы третий день ждем драку. Как это в интернете часто показывают. Но все будет доброе. У нас такая атмосфера, что это невозможно. Так что уже не будем ждать. Как думаете, кто победит в этом баттле? Я верю в свою победу исключительно. Я принимаю. Уступать не собираюсь. Тем более у меня уже не успела я выйти. У меня уже отбили Диму на ровном месте. А он был твой, да? Он был мой. Да, эта схватка будет очень горячей. И самое главное, что после двух соревнований мы по количеству баллов, которые судьи выставят нашим участницам, поймем, кто из них победил и окажется в финале. Не пропустите. В любом случае, завтра финал. И мы определим лучшего бьюти-блогера по версии «Все буди добре». А прямо сейчас, наконец-то, разберемся с начесом. Начес был сделан предварительно для того, чтобы вам потом удалось с помощью своей хитрости этот начес расчесать и вернуть прическе прежний вид. Это неимоверно важно, потому что в погоне за модной прической мы готовы на все. Но если сделать начес неправильно, и Леночка, и Оля нам об этом неоднократно говорили, то можно повредить волосы и испортить их чуть ли не навсегда. Поэтому я надеюсь, что вы с помощью приспособлений, которые мы приготовили, сможете избавиться от начеса. А волосы не повредить. Как вам задание? Запросто. Легкотня. Вообще, вот легкотня. Легкотня, Лена! Я каждый день это делаю, не пробьешь. А может, и каждый день? Не, ну поскольку в клуб там часто ходят. Да. Может, действительно, каждый день. Ну что ж, тогда я попрошу у вас выбрать приспособление, которое вам поможет. Дима, а вам нравится с начесом или оставить немножко? Вы знаете, Ирина, мне нравится начес очень. Да. И что-то я вспомнил Ленку Калиденко и свою первую брачную ночь. Вместо того, чтобы заниматься сексом в брачную ночь и разбирать подарки, я чухался в ее голове, потому что у нее был дикий начес. И она хотела быть красивой, прилежной, и я всю ночь провел, чтобы ее расчесать, вынять все эти шпильки из заколки. Ну, невеста, это модно было. Начесы. Ой, ну мне нравятся начесы. Так, чтобы живенько было. А ну так живенько, да. А что за приспособление вы выбрали? Ну, мне достаточно расчески. Что ты взяла, Ира? Я взяла водичку, взяла расческу такую, взяла соду, взяла, чтобы это смешать в пропорции 4 к 1. Значит, ложечка соды и 4 ложечки водички. Вот здесь смешаю и буду это использовать для того, чтобы распутать и снять любой стайлинг с волос. Этим предметом я буду разбирать по прядям. Запаслись всем необходимым. И у вас есть на это только 2 минуты. И начали! Дима, я потом начешу снова. Хорошо, хорошо, тигрица. Слушайте, насчет соды. Сейчас в интернете я прочитал, соду используют везде. Хоть полоскай, хоть пей, хоть маш, хоть на ранку, хоть полы мой, хоть посуду мой. Я даже полы мою. Я в горячую воду соду бросаю, потом беру швабру и сам мою пол дома. Боже, да тебе цены нет! Полом пейнусь, я так делаю. Ну, я не против, но мне интересно вот посмотреть волосы, чтобы не могут они остались. Послушайте, друзья мои, еще совет для женщин от Димы Калиденко. Когда вы помыли волосы в ванной, в душе, необходимо еще в литровую воду, в тепленькую литровую воду, ложку соды. И шикарно моются волосы, промываются волосы, убираются перхоть, всякие вот эти вот бактерии, грибки. Пользуйтесь содой. Фанат соды Дима Калиденко. Серьезно? Кто так делает? Дима, надо написать песню про соду. Один я так делаю. И вы так делаете? Молодец, мужчина. Нас двое в Украине. Так, наши девушки-экстремалки, я, конечно, за то, чтобы все-таки начес удалять правильно. Нужно помыть голову, потом нанести бальзам и подержать минут 15. Ну, если уже совсем нет времени, то нужно начинать вычесывать начес с концов и постепенно подниматься вверх к корням. Таким образом волосы повреждаются меньше всего. Полторы минуты прошло. И разжет. Жет, посмотрите. Знаете, когда надо замуж, и не на такое. О-о-о. Меня волнует то, что, Леночка, вы же должны сейчас, у нас же конкурс, у нас соревнования, а вы готовитесь в клуб, а начес-то остался. Вы знаете, изначально там, знаете, что было? Крутая плойка. Поэтому это уже, там нет начеса, там осталось уже то, что было до... Стоп! Две минуты прошло. О, и вот наши участницы. Ира, я сейчас с твоего позволения возьму щетку. Почему? Потому что мы видели, что Ира довольно резкие движения делает, а во время начеса и расчесывания потом, очень важно, чтобы волосы-то остались в голове, а не на щетке. Вот какое количество волос, Оленька, ты можешь оценить. В принципе, при каждом расчесывании волосы выпадают. То есть это уже из-за того, что неправильно расчесывала начес или просто выпали волосы? Ну, если где-то осталось до 20 волосинок, то это, в принципе, нормально. Где-то 60. Я умею считать волосы. Это уже много, да? То есть это из-за того, что сильно отчесала. Ну, норма выпадения волосиночек в день где-то 60-70. Да. Я просто торопилась, я перенервничала. Еще Дима смотрит, ну, она узнает, ну, как-то... Хорошо, я поняла тебя, Ира. Леночка, а у тебя как дела? Я тоже становлюсь бьюти-блогером. Чуть-чуть есть чуть-чуть волос на расческе. Это нормально. Но и на голове у вас много волос, и, по-моему, даже недочесанных. Да, вот меня это и волнует. Можно я пойду проверю? Да, пожалуйста, Леночка. Так, я сейчас просто вот так вот возьму и пройдусь пальцами и пойму, насколько... Угу, начес расчесан. В принципе, неплохо, но как бы сверху мы приглазили волосы, а начес вот здесь внутри он, к сожалению, остался. С другой стороны, Ленчик, это тоже неплохо. А вот массажик Леночки делает. Если тут хотя бы, да, вот сверху все хорошо, а начес внутри остался, то тут, конечно, ну, совсем. Начес везде. Как был, так и остался. Абсолютно. То есть мои пальцы даже вот не могут добраться, собственно, до самой головы. Тут все. Спасибо, Лена, большое. Но я хочу сказать, что Лена все-таки есть плюс, потому что она выбрала правильную расческу. То есть когда мы хотим, у нас цель именно вычесать начес, нужно выбирать гребень. Не расческу, не щетку, а именно гребень с редкими большими зубцами. Потому что тогда мы не так будем повреждать волосы, и не будет вот этого, как у Ирочки, что у нее очень много волос только что пострадало. Поэтому Лене плюс за это. А у Ирочки, в принципе, результат именно по начесу лучше. Вычесался лучше. Тогда и поставь оценки сразу. Да, хорошо. Хорошо. Я Леночке ставлю восемь, потому что расческа правильная, но не до конца справилась Леночка с начесом. Причем объяснила, почему. Она просто не захотела. Лена, она понимаешь, она просто не захотела, потому что в клуб. Я ее как женщина понимала. Понимаю, но если красота есть сегодня, то еще ее портить. А Ире сколько? А Ирочке я ставлю девять. О, есть. Спасибо. Так, Оленька. Я не визажист, я косметолог. Я просто вижу как бы вот внешние результаты, вижу, что Ира постаралась больше. И ситуация с Ирой, конечно, мне больше знакома, потому что у меня тоже длинные волосы. Лена, ты мне тоже делала начесы. Я расчесать не могу. Я всегда каждый раз мою голову, отмачиваю с бальзамом. Относительно соды. В принципе, я считаю, что этот метод достаточно безопасный. Если в хороших концентрациях, правильных развести соду, то сода не пересушивает волосы. Единственное, что если у вас уже сухие, поврежденные волосы, волосы такие вот, как пакля, уже стоят в разные стороны, это средство вам не подойдет. Но опять же, вот Ирин, способ для нее подходит. Оценки? Оценки я бы хотела поставить одинаковые. Как хочешь. Семь баллов, потому что, опять же, вот результат мне Ирочки нравится замечательно, а у Лены просто такой образ. Я думаю, что если бы она немножко постаралась, у нее тоже бы все получилось. Решающим будет голос Димы Калиденко. Да, голос мужчины. Значит, Леночке восемнадцать. Я ставлю. Ноль. Лена. Это интрига. Я сразу придумал поговорку, смотря на вас. Красота спасет мир. Это не ты придумал. А, давайте, скажите, что я. Леночка, десять баллов за красоту. Я не могу, честно, я сегодня ее фанат. А Ирочке я пою песню. Дай же мне, дай же тобой насладиться, Ведь ты моя тигрица, ты моя тигрица. Десять баллов. О! Что касается моих впечатлений по тому, что здесь происходило, То Леночке, как бьюти-блогеру, не хватает такого качества, как самопожертвование. То есть, если это нужно для зрителей, для гостей, Лена это знает. Мы идем на все. Делаем с собой все для того, чтобы показать людям, Можно этим способом пользоваться или нет. А посыл Лены был такой. Мне в клуб идите пофиг. Вернее, нафиг. И посмотрите, что она сделала. Это настоящая женщина. А это другой вопрос. Посмотрите, что она сделала. Ничего не сделала, а мужчина уже дает десять баллов. Ваши аплодисменты для Леночки. 26-25 в пользу Ирины. Мы переходим ко второму конкурсу. Макияж. Бьюти-блогеры дают советы своим подписчикам, зрителям, правильно? Среди них простые женщины, которые каждый день хотят быть красивыми. А каждый день преподносят нам сюрпризы в виде испытаний. Общественный транспорт, работа, домашние хлопоты, дети на руках. Нас все время буквально трясет. И при этом мы должны оставаться красивыми. В связи с этим мы с нашими уважаемыми членами жюри подготовили вам хорошенькую трясучку. Ну, а как можно еще сказать? У них же целлюлита явно нет. Трясучку. Это антицеллюлитный тренажер. Но вы будете его использовать для того, чтобы хорошенько вот так трястись. Он сейчас будет меня так это? Он тебя сейчас будет этом. И это будет символизировать все осложнения нашего обычного будничного дня. А вам нужно будет при этом нанести макияж. Красивый или... Нет, не красивый макияж, Ира. Чтобы Дима увидел тебя и испугался. И сказал, ой-ой-ой. Конечно, мало того, что красивый, вечерний, вечерний. Вечерний запросто. Елена, сможете? Буду использовать все, что есть. Все подряд. Меня удивила Ира, говорит, вечерний запросто. Обычно, ну, как бы вечерний макияж-то нужно больше косметики. То есть он более ярче. То есть его дольше сложнее. Просто понимаете, охота в основном происходит вечером. Так. А я охотница. А, ты охотница. А, это для тебя привычнее просто, да? Привычнее. С другой стороны, Леночка, ты нам тоже говорила постоянно, что сложнее сделать макияж, как будто ты не накрашена. Это да. А вечером? Я имею в виду... А, то есть собираешься боевой прям раскрасить, У тебя уже вот так вечером не видно. Сейчас посмотрим, пожалуйста, надевайте. Лена, у вас нет шансов. В каком смысле? Мне так нравится Ира. Настрой вообще прям. Так, Леночка, вы видите, вызов бросен. Ну, я как-то... Не пуха, не пирать, девочки. Давайте. Вот и на битву. Время пошло. Вы какую-то огромнейшую скорость включили, вас внесет. Вот так вот. Девочки, ну как напоминает маршрутку, а? А кто пытался откраситься в маршрутке, когда опаздывал? Я в маршрутке не красилась, но красилась в автобусе, красилась в поле. Ну, в машине, ну, в машине, мне кажется, каждая девушка красилась. Ну, такое, да, бывает. И эти выжидания, когда будет светофор. О, остановились. И быстрее, быстрее, быстрее. Отдай. А, ну, наносим, наносим. Вот, да, да, Натя, правильно. Знаешь, это мне напоминает, если мужчина какой-то сзади стоит, так упереться об него и краситься уже. Сейчас мне понравится, а я по-другому уже не буду красить. Новая идея для видеоблога. Так, Ирина начала с губ практически черным карандашом. Прелесть. Боже, я когда учился в театральном, я ухаживал за одной балериной, и она на кухне клала ногу на холодильник, растяжку, чистила картошку, резала картошку, жарила картошку, нога на холодильнике, а она правой рукой мешала картошку жареную. Скажи спасибо, что не правой ногой, Дима. Потому что она могла бы. Мне, мне жарила, мне. Она не ела. А в шпагате она себе салат резала и телевизор смотрела поперечным. Девочки, смотрите, одним карандашом красим все, и глаза, и губы. Потом берем просто другие тени. На глаза тени на тон светлее. Если вы используете один карандаш для макияжа глаз и губ, как это делает Ира, то лучше всего предварительно его разогреть в руках. Дело в том, что таким образом даже твердый карандаш станет мягче, и наноситься будет гораздо лучше. Я начала с губ, потому что без губ я вообще ни на кого не похожа. А вон Леночка говорит о том, что она прям без губ вообще не выходит. Вышки яркие. А ведь в ночном клубе будет и похлеще. Для того, чтобы ваша клубная помада не растекалась и не размазывалась, наносите ее пальцем. Тем более, что в таких экстремальных условиях это сделать очень удобно. Не, сваливайте с меня вот эта штука. А я их ухаживаю. Натягивайте сюда. Чуть-чуть корпус назад и держите поясом, да. Я сейчас уроню пыль, чтобы вы мне тоже не уронили. Дима! Дима, девушка тоже просит помощи. Видите? Не могу, не могу. Вот. Вот. Хорошо. Три минуты прошло. Ой, как у Иры хорошо получается. Осталось полминуты. Время. Стоп! Как пол под ногами не трясется? Ну, как-то называется экстремальная ситуация. Абсолютно с вами согласна. Лена какая-то немножечко испуганная после этого. Ничего, это завтра поможет в ночном клубе. В основном я держала вот эту штуку. Время ушло на то, чтобы держать. Хотя, когда красится, уже непонятно было. И то, и другое успевала делать Ирина. Но каковы результаты? По-моему, Дима хочет первым оценить. Да, дорогие мои феи. Я придумал крылатое выражение, глядя на вас. Красота – это страшная сила. Опять это ты? Оказывается, все хэштеги это ты придумал. Когда я смотрел на Леночку 18, я сразу вспомнил свою Нелочку, свою мамочку. Значит, в 7 утра она вставала первая, пока все мужики спали. Красила губы в первую очередь морковной помадой и делала прическу бигуди. Она была в бигуди всю ночь и делала прическу. И когда мы все выходили со своих спален, она была в полном параде. Красивая, в прическе. В 7 утра, девочки, мальчики. Молодец. И с накрашенными губами. Женщина, настоящая женщина. Леночка, вы идеал женской красоты. Я ваш фанат сегодня. Спасибо. Вы получаете от меня. Кто сказал 10? Дима, ну ты же оцени работу объективно. Я понимаю, что ты в восторге. Я тоже от Елены. Крови на месте, глаза шикарные. А что еще нужно? И главное губы. В первую очередь губы. А цвет волос? Это бомба. Цвет волос я вообще молчу. Это бомба. Вы женщина-праздник. А там, где праздник, там хорошее настроение. Там и Дима Калиденко. Завтра продолжение праздника в ночном клубе. Елена, 10 баллов. Смотри, как бы тебя тигрица не порвала сейчас. А насчет тигрицы? Я даже не знаю, что делать. Ну? Или в клуб идти. 11 лет. Или в клуб идти. Или тигрицу куда-то по... Рандеву по Крещатику. Крещатик показать. Тоже ж надо тигрицы. В общем, я завтра не пойму, что делать. Шикарная была. Просто изумительно. Вы стояли на массажере. И черным карандашом успели накрасить губы. И тут же им же брови. И тени. И стронг. Ну, просто женщина-тигрица. Правда. Это про вас. Моя песня. Еще раз пою, чтобы вы запомнили хит. Дай же мне, дай же тобой. Ну и так далее. Препят. Ты моя тигрица. Ты моя тигрица. Вот самые главные слова. Ты моя тигрица. Ты моя тигрица. Получаешь 10 баллов. У-у-у! Боже, тем я еще попел бы, да, Надя? Ты везде. Я тоже еле сдерживаюсь, потому что я восхищена вообще вами. Это так классно, так круто. Я бы, наверное, вообще ничего не смогла сделать, честно скажу. Это было безумно сложно. Я понимаю, что вот, Лен, когда вы наносили вот эту яркую помаду, да еще на этом массажере, и ничего не дрогнуло, ну, это просто вот вау, это впечатление, это действительно вы умничка. Ир, то, что одним карандашом можно нанести все, и при этом это будет красиво, для меня это тоже вау, тоже открытие, потому что я так не умею. Да ладно, да ладно, представь себе. Посмотри, пожалуйста, наши выпуски. Но я так все равно не умею. Когда девочки дерутся, лучше в драку не влезать. Но поскольку Ира сделала больший объем работы, то я считаю, что нужно чуть-чуть ее больше похвалить. Поэтому, Леночка, вам 9 баллов, а Ире 10. Лена, 9-10. Я сейчас немножечко растерялась. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, я бы справилась, это правда, не так уж сильно и трясло, но девчонки молодцы. И в чем я растерялась? Леночка, ваши 18 лет, я считаю, что вы достойно справились. И получается как? Что вот макияж, по-честному скажу, Лен, он мне нравится больше. Потому что он более, так сказать, мой. То есть яркие губы, нежные глаза, это то, что сейчас очень модно, то, что сейчас в тренде. Ирочкин макияж для меня слишком агрессивный. То есть я согласна, 100% можно делать макияж одним карандашом, если кто-то не знал. Мы уже показывали, как это делать. Кто-то не умел. Просто достаточно темно. Вот, может быть, карандаш, да, вот нужно было выбрать посветлее. Если бы он был более светлым, тогда бы не настолько агрессивный. Сейчас очень такие темные брови, темные губы, темные глаза. Так на охоту же. Ну, на охоту. Так, Лена, и вечерний макияж. Но мы же показываем женщинам, ну, не все выходят на охоту, когда идут куда-то. Нет, задача была вечерний макияж. Задача вечерний макияж. Но я говорю, для меня он слишком агрессивный. Леночке я ставлю 7, потому что мне даже отсюда видно, что не до конца аккуратно. То есть сам макияж, я понимаю, что вы хотели получить в итоге, но он не до конца сделан. То есть вы не успели. Ну, и не на таком, как бы, инструменте. Да, я понимаю, да. А даже с тем, что все-таки это не мой макияж, но Ирочка успела доделать полностью. Поэтому я тебе ставлю 8. И таким образом мы можем подвести итоги. У Елены 26 баллов, а Ира заработала 28. Ире, поскольку она стала победительницей этого батла, предстоит еще и финал. По итогам предыдущих батлов, предыдущих трех дней в финале будут участвовать Ирина, Диана и Виктория. Кто же из них станет лучшим бьюти-блогером по версии все-буды-добры? Мы с вами узнаем завтра. Не пропустите! Спасибо вам огромное, Лена. Вы прекрасны. Вы уверены, что уберегли себя от пожара, так как всегда вовремя выключаете газ и утюг. Но на самом деле причиной возгорания могут стать и другие, казалось бы, безопасные предметы, которые есть в каждом доме и даже у вас. Сегодня я позвала моего эксперта Костю Грубича и мастера по ремонту бытовой техники Дмитрия Святца, чтобы они рассказали, где скрывается угроза, а самое главное, как ее избежать. Приятно, что вы снова у нас в гостях, потому что незабываемая встреча с холодильником и Дмитрием помогла многим хозяйкам все-таки все делать правильно, в конце концов. И вот теперь из холода до вагон. В чем проблема? Рассказывайте. На самом деле я сейчас внутренне содрогаюсь и боюсь, потому что Костя мне сказал, что в моем доме, как и в вашем, кстати, возможно возгорание, что угроза таится, а я об этом даже не подозреваю. Я проходил по твою гримерку и увидел там один такой негараздник, на который ты точно не звертаешь увагу. Я думаю, у меня там все в порядке. Подивися на эту фотографию и скажи, что же там все-таки не так? Ну немножко платье лежит не так, конечно. Платье? Ну ты как справедливая женщина на платье дивишься, на суконьку. А что на сукне лежит? А, телефон заряжается. Правильно. Заряжается, а тебе там нет. Так что, мне сидеть, смотреть, как заряжается телефон? Ну, хотя бы так. Это же телефон заряжается. Где тут пожарная опасность? За последние півроки в Украине в среднем выникало 147 пожеж за одну добу. А в зимовый период цей показник збільшуется майже на 12%. Звичайно, что в эту цифру входят пожежи через несправность газовой системы, через необережное поводжение с вогнем. Но есть тут и необычные причины пожеж. Так а при чем телефон все-таки? Да потому что это одна из причин. И я попросил наших журналистов, чтобы они знали реальных людей, которые бы рассказали, как они постраждали, або ледя-ледь не постраждали, от такого недбойливого ставления до обычных предметов, как, например, зарядка от телефона. Слушай, я в шоке, если откровенно, потому что я считала, что зарядное устройство для телефона, что там? Телефон-то не такой мощный, ток, наверное, там небольшой. Ну я себе так что-то прикинула. Так, и кто пострадал, тот к нам пришел в гости и расскажет? Я впевнен, что расскажет. Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня была такая ситуация, сломалась у меня оригинальная зарядка. Я пошла, я купила себе быстренько в переходе недорогую зарядку. Ну, как бы заряжала спокойно две недели, и потом один раз поставила на зарядку и почувствовала запах горелой пластмассы. Я очень сильно испугалась, везде выключила свет, соответственно. И потом подхожу, смотрю, телефон у меня выключился, и сам блок потемнел, он был очень горячий и оплавился. И, соответственно, больше телефон у меня не включался, и все. И мог бы быть пожар, получается, да? К сожалению, да, я очень сильно испугалась. Ужас. Абсолютно. Как бы что-то таки легко займись поруч. Как я положила на платье. Оно дуже швидко загорится. Ты меня пугаешь. И, конечно же, нам интересно узнать у специалиста, какую такую беду пожарную могут принести обычные зарядные устройства, безобидные на вид. Давайте сразу напомню, что в обычных бытовых электросетях перепады напряжения случаются каждый день. Поэтому производители качественных, хороших, дорогих зарядок предусмотрели в своих гаджетах наличие микросхем и индикаторов зарядного тока. Поэтому эти зарядки ремонтники и производители называют умные зарядки. Поэтому легко их можно оставлять, забывать, только не накрывать платьями обязательно, Надя. Извините. Ничего с ними не случится, они не загорятся, не расплавятся, все с ними будет хорошо. Но мне пока повезло. В моем телефоне, вот как с ним продавалось зарядное устройство, это же от производителя. Наверное же оно более-менее качественное или я уже и здесь ошибаюсь? Сто процентов. Надя просто молодец, потому что действительно качественным является зарядное устройство, которое вы купили со своим мобильным гаджетом, телефоном, планшетом и так далее и тому подобное. В качественном зарядном устройстве все очень красиво расставлено и оно нелегкое. Второе зарядное устройство. Здесь легко можно недосчитаться нескольких транзисторов. Нет предохранителей от воспламенения. Такие зарядные устройства могут плавиться, нагреваться и привести к каким-то плачевным последствиям. Но мы же в середину не будем заглядывать, когда купим. Правда? Да, да. В середину мы заглядывать не будем. Я вам скажу, как выбрать зарядное устройство, когда вы уже находитесь непосредственно в торговой точке. Внимание нужно обращать на надпись Output, выходной ток. Это сила, с которой будет заряжаться ваш мобильный телефон, либо ваше устройство. Рядом с этой надписью Output будет стоять незнакомая циферка. Ее не нужно бояться, рядом с цифрой будет стоять буква А. А обозначает ампер. Либо же это 0,75 ампер, либо 1 ампер, либо 2 ампера. Вам нужно знать сразу же, когда вы пришли в торговую точку, сколько ваш мобильный телефон хочет потреблять ампер, чтобы его зарядить. И что должно быть у зарядного, больше ампер или меньше ампер, чем у телефона? Должно быть столько же. Если ваш мобильный телефон требует от вас зарядки в 1 ампер, соответственно, вы покупаете зарядку 1 ампер. Если вы купите зарядку 0,5 ампера, либо 0,75 ампера, ваш мобильный телефон не будет получать должной зарядки. Он будет требовать от зарядного устройства, а зарядное устройство, соответственно, будет отвечать, что, мол, не могу. И вот это я понимаю, как происходит. У меня есть два гаджета, планшет и телефон. Планшет, наверное, требует больше тока. Как я это поняла? Я планшет пытаюсь зарядить зарядным от телефона, а он вот не заряжается. А зарядка в это время нагревается, как ненормальная. Вот это и есть некачественное зарядное устройство. Еще о чем хочу сказать, что не всегда надпись на зарядном устройстве гласит о том, что действительно там есть 2 или 1 ампера. Многие производители делают такие небольшие ошибки. Они указывают завышенную силу. Так это же злочин, наверное. Конечно. Злочин. А лэш? Шахрайство. Шахрайство. Можно даже так сказать, но доказать его практически невозможно. Докажем мы его так. Мы приносим зарядное устройство домой, включаем его в розетку, подключаем мобильный телефон, допустим, и ждем ровно час. Если через час ваше зарядное устройство набрало заряд всего лишь 5-10%, с лихвой возвращаемся в торговую точку и отдаем обратно, требуем свои деньги, потому что это не есть качество, это не есть хорошо. Хорошо. И обязательно требуйте сертификаты соответствия. Качественный товар ввозится в нашу страну только по сертификатам. А вот если обратить увагу на корпус, чисто внешний, материал, вага. Корпус зарядного устройства в сертифицированных и в оригинальных зарядках, он, как правило, литой. Не разберешь. Попробуем корпус один и попробуем корпус номер два. Давай. Угадайте, кто из них хороший, кто нет. Вот этот похож на хороший. Все написано и он тяжеленький. Это и есть качественный, да. Литой корпус, здесь нет никаких перемычек, разъемов. Я прошу прощения за вопрос, но как оно тут может загореться? Легко. Просто легко. Но в сочетании с дешевым пластиком, те же самые некачественные транзисторы. Но я не буду вас нагружать терминологией. Не, мне так, чтобы было мне понятно и всем понятно, особенно женщинам. Особенно женщинам. Тогда расслабились и внимаем информацию. Зарядка понимает, что нужно производить много энергии. В зарядке детали начинают очень быстро работать. Как те же китайцы, которые их произвели. Китайцы, они молодцы, но они также большие хитрецы. Зарядка начинает вырабатывать больше, пытаться удовлетворить потребности нашего мобильного телефона. Но не справляется, начинает накаляться, начинает плавиться, начинает плавиться микросхема. И уже может быть возгорание. Да, легко. Если вы все-таки уже купили некачественную зарядку, вернуть нет возможности ее в торговую точку, вы заряжаете свой мобильный телефон. Лучше потратьте лишнюю сумму денег, купите еще одну хорошую. Поскольку эта зарядка может повредить вашей батареи. Батарея может надуться и взорваться. И получается уже два взрыва. И зарядки, и аккумулятора. Беда. Может, ну их эти мобильные телефоны вместе с зарядкой. Да, Надюша, звичайно, что ну их, але ж не повернись на 20 лет тому, все. Прогресс идет дальше. Но тут еще одна халепа есть. Одна справа на платье покласти на сукню. А другая справа, что я и читаю, и чую, что где-то взагалей под подушку кладет телефон и начинает спать. Кто так делает среди твоих гостей? Мне кажется, процентов 90. Мне кажется, это удобно. Сейчас же все будильники в телефонах. Конечно. Завел, куда положить, чтобы потом не вскакивать и не бежать в другой конец комнаты под подушку. А иногда на ночь надо зарядить, а там же тепло и даже жарко. И все? Да, да. И для этого, в принципе, нам нужно вернуться в восьмой класс в кабинет физики. Закон Джоуля, где проводник проводит ток, аккумулирует энергию, энергия имеет свойство нагреваться. И мы что получаем? Я пропоную провести своего рода эксперимент. О, давай. Подушка у нас есть. Да, и вы увидите, чем вы рискуете, когда кладете телефон, который заряжается под подушку. Особенно, если зарядное устройство у вашего телефона не очень качественное. Некачественная зарядка. Давайте возьмем сразу некачественный шнур. Он, как правило, очень тонкий. Любой телефон берем. Кладем под подушку. Включаем в сеть. Гостю, у меня тут есть розетка. И вот, уявим ситуацию, что в ночи трапился перепад электроэнергии, что с площадью рядом происходит у нас. Неакисная, неоригинальная зарядка. Слабенький шнур может дать, ну, просто таки, плачевные наслідки. Вот, смотрите. Сейчас увидим. Вы видели, сколько дыма? Ага. Ага, все начинается с дыма. Слушайте, там, это столько дыма, это что там с телефоном сейчас? Мы трешечки загустели фарбы. Такое может быть. Подивите, в интернете, випадки. Ось, подивите, что ж тут, что ж тут пошкодилось. Ну, я вижу, что расплавилось как раз на стыку шнур, где он входит в телефон. Кошмар. Как раз на концаторе, да? Все. Вот вам и некачественные зарядки. Вы посмотрите лучше, что случилось с подушкой. А на ней ведь была голова. И что характерно, будильник утром мне зазвенит. И подушка зипсована, Надя. Нет, откровенно говоря, у меня шок. Потому что вот так себе просто вообразить, знаешь, это только попытаться. А увидеть воочию, что может быть, это кошмар. Тому перша порада, вынимаем зарядный пристрель щоразу с розетки. Зарядили телефончик, не полянуйтесь. А залишаем мы пристрель на твердой поверхности. Не треба класть ни на диван, ни на одяг. Потому что тепло, оно передается и, ну, не дай бог, сейчас трапится. Это будет кошмар. Вот это некачественное. Это разборное зарядное устройство. Шнур отдельно, зарядное устройство отдельно. И, кстати, еще немаловажно при выборе зарядного устройства обращать внимание на сам кабель. Наши современные дети привыкли к тому, чтобы шнур был подлиннее, потоньше. Потому что хочется прилечь, дотянуться до розеточки. Получается, что мы выбираем трехметровый. Мне кажется, его заряжать можно через окно соседа. Кстати, они, наверное, так и делают. Единственная проблема, заряжать мобильный телефон, либо же ваш гаджет, такой шнур не будет. У него будет очень высокое сопротивление. Я вам посоветую, берите всегда шнуры не длиннее одного метра. Вот такой вот коротенький шнурочек. Он, если вы заметили, намного толще, нежели первый шнур. В нем будет ток быстрее проходить. Лучше и быстрее будет заряжать ваше мобильное устройство. Сразу смотрите, чтобы шнур не болтался. USB-коннектор был в полном порядке. Никаких проблем, повреждений внешних, чтобы на нем не было. Никогда. Кстати, порой приходится покупать вот этот шнур отдельно, потому что он выходит из строя именно в этом месте, где ты показал. И у меня была такая ситуация, вот так от частого перегибания оголились провода. И потом я покупала и столкнулась с тем, что это тоже достаточно дорогое удовольствие. То есть было искушение взять не в сервисном центре, а пойти на рынок и подешевле шнур такой найти. В принципе, вход и выход одинаковые. Абсолютно. А можно покупать подешевле? Можно покупать подешевле, но опять же смотреть по параметрам. Потому что наши продавцы могут просто продавать дешевое дорого и дорогое дешево. А где тут параметры у него какие? Смотрите, параметры шнура должны соответствовать самому адаптеру. Вы берете шнур потолще, от 2,5 мм до 3. В принципе, этого хватит для того, чтобы ваш мобильный заряжался очень хорошо. Разобрались с зарядными устройствами и шнурами для телефонов, где можно ставить на зарядку, а где категорически запрещено. Но я вижу, что помимо такого привычного устройства, как зарядное, здесь есть еще более привычное устройство – удлинитель. Что, это тоже опасно? Тоже опасно, если пользоваться им неправильно. Не то, что они неякесные. Просто люди звукли коррестоватись ними, как розетками. И вмикают в те подоживающие, которые не рассчитаны на большую потужность тех приладей, которые мы в них вмикаем. Ну, например, нагревающие, або какие-то чайники, праски. Ну, короче, очень необережно ставятся до подоживающих. Чувствуется, что ты у меня в гримёрке и это заметил. Ну, у меня есть удлинитель там, но я вроде бы ошибок больших не допускала, не знаю уж. А давай подивим, Мася. Что, я только обогреватель. Потому что у обогревателя шнур короткий до розетки не достает. Я взяла, ну, все правильно, удлинитель и туда розетка. Але я тут на фотографии не могу побачить параметры самого подоживающего. Да я не знала даже, что нужно параметры тут какие-то смотреть. Ну, наподобие вот этого. Статистику я дивился, что в Киеве произошло за последние півроку шість пожеж, причинами яких были сами подоживающие. Да, статистика, которую Костя привёл, это только по Киеву. А представьте себе по всей стране. У кого-то были подобные случаи? Поделитесь, пожалуйста. Здравствуйте, как вас зовут? Виталий. Была очень неприятная ситуация. То есть пришёл поздно вечером домой, включил свет в коридоре, соответственно, думаю, включу ночник. При включении его, то есть везде в квартире выбило пробки, пропал свет, пошёл глянуть на счётчик, уже включил свет. Сгорела лампочка в своём светильнике, сгорела лампочка в холодильнике, нагревательный элемент в бойлере сгорел. А где тут удлинитель фигурирует? А, ну так светильник-то был подключен в удлинитель. А, к удлинителю, понятно. Там кнопочка такая наступила на него, в итоге везде потух свет. Наденька, а мне ещё написала одна жіночка, звати её Лариса. И вот вона у тебе в гостях. Да, Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Установила, купила машинку, установила её в ванной. Розетки в ванной не было. Купила удлинитель. Ну, далеко ходить не стала, вышла из дому. Раскладка, где, знаете, есть такие, где... Даже не рынок, а просто раскладка, да? Раскладка, очень много всяких полезных вещей и неполезных тоже. Ну, цена подошла. В магазине дороже ехать далеко. Купила, попробовала. Смотрю, что-то не то греется. А у меня счётчик, который считает ночью меньше. Я боюсь включать, потому что, ну, как бы ночью экономию хочу сделать. А греется провод, нагревается. Вытаскиваешь, искры какие-то летят. Вот эти вот... Ну, я не знаю, что делать. Я вот переслала вам этот удлинитель. Объясните. Вот как раз этот подоживатель, который так налякал нашу гостю, станет участником наступного эксперимента. На вид приличный. Первым делом мы не должны забывать о том, что удлинитель и розетка в стене – это абсолютно две разные вещи. Проводка, которая предназначена для пользования в многоквартирных домах, либо же в обычных частных домах, она намного толще, нежели провод, представленный здесь у нас. Этот удлинитель, который принесла Лариса, с маленьким поперечным сечением кабеля. Всего лишь 0,5. А как ты это определил? Здесь все написано. 0,5. Константин. А сколько нужно? А нужно хотя бы от одного, но об этом позже. Понятно. А сейчас предлагаю провести эксперимент. У нас тут есть нагреватели. Один подоживатель Ларисин, а один наш. Обогреватели. Мощность около полутора киловатт, я так понимаю, да? От полутора до двух с половиной. Одинаковые в эти два разных удлинителя. Я стесняюсь спросить, Дмитрий. Вы говорите, что это нам не розетка, и туда так много всего включать нельзя. А зачем же тогда делают удлинители с таким количеством вот этих гнезд, или как это правильно назвать? На самом деле эта штука называется колодка. Они бывают 6, 10, 16 и 32 амперные. Прежде чем вы выбираете удлинитель, вы должны понимать, что вы туда будете подключать. Либо это будет чайник, либо это будет электробритва, либо это будет стиральная машина, как у наших гостей. Как рассчитать, я расскажу немножечко позже. Отже, мы сейчас можем увидеть, что может статься с нагревателем, если мы его вымкнули в слабкий подключить. В мереже может выникнуть перепад напряжения. Я уже думала, что придется огнетушителем пользоваться. Я уже вымыкаю, Надя. Так что надо быстро как-то что-то вырубить, что-то отрезать, оторвать? В первую очередь нужно обесточить дом. Например, у меня в квартире автоматически там спрацовывают пробки, запобежники спрацовывают и все вымыкается. И если уже выникает пожежа, то нужно выкликать 101. Ну а вообще, пока не доехала еще пожежная служба, то лучше тушить пожежу пинным вогнегасником, ну або в крайнем разе землей из комнатных квитов. Лариса, вы можете себе представить, что у вас дома такое произошло? Например, когда вас дома нет. Я представила. Нет слов, Лариса. Да, и слов у меня уже нету, я в ужасе. Вам необходимо выбрать тот удлинитель, который выдержит это напряжение, силу тока, мощность, в общем, соответствующими параметрами. А этот продолжает работать, обратите внимание. Да, у него довольно-таки большое поперечное сечение провода. Итак, как же в торговой точке выбрать качественный хороший удлинитель? Первый взор мы бросаем именно на провод. Мы видим цифры. Хороший шнур, который будет выдерживать перенапряжение, напряжение начинается от 10 А. Второй момент. Важно выбирать провод ПВС. На нем также будут написаны три наших хороших буквы. ПВС. Это значит, что провод будет круглый. Это значит, что провод при заломах, при перекручивании не будет ломаться. У него повышенная толстая изоляция, с ним ничего не случится. Этот провод специально изобрели для удлинителей. Второй удлинитель у нас представлен самый лучший. Здесь провод 10 А, он может выдерживать 16 А. Легко, свободно, непринужденно. Легко в этот удлинитель можно подключить обогреватель. Можно подключить, но холодильник наша любимая тема, мы можем не подключать, потому что он мало потребляет тока. Обогреватель, стиральная машина и так далее и тому подобное. Он будет выдерживать, он не будет нагреваться, не будет плавиться. И самое главное, вы не будете переживать за то, что ваше жилье когда-нибудь вообще пострадает. Еще многие советуют обращать внимание на вот эту штуку. Называется она колодка. Можно брать ее обычную, самую дешевую, пластиковую. Самое главное, чтобы ваши контакты, которые внутри, это такие медные пластиночки, были также толстые и из хорошего материала сделаны. Потому что наши друзья из Поднебесной научились подделывать даже медь. Это опасно. Однажды мы разобрали удлинитель и увидели на контактах производство страны. И там написано, что это была раньше банка из-под фасоли. В принципе, они не ленятся, они берут банку, вырезают, вставляют, вперед из песни, все хорошо, все отлично работает. Понимаете? Но недолго, недолго. Друзья, никогда не экономьте на своей безопасности. Золотые слова. Мы зипсовали ваш подоживатель. Блага справа, но все же таки. А вы, Лариса, заберите себе этот удлинитель, который одобрили наши эксперты. Дякую. Но, майте на увазе, и вы, и все глядачи, что не нужно подкладывать этот подоживатель, даже если он качественный. Под кили мы, что часто мы делаем, або через двери. Потому что, если вы будете черкать двери, то все равно оно перетереться. И будет то же самое замыкание. Понимаете? Понимаю. Спасибо огромное, друзья. Друзья, вы просто раскрыли нам глаза, и теперь мы сможем с полной ответственностью и знаниями позаботиться о безопасности нашего жилища. Долой угрозы пожара! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!